Молитву Хочу начать наше размышление, прочитав стих, записанный в книге Откровения, 10 глава. И здесь 5 и 6 тексты говорят о следующем. Откровения, 10 глава, 5 и 6 тексты. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет. Дорогие друзья, Я думаю, что для многих из вас не является новостью тот факт, что мы живем сейчас в исторический период времени, который можно охарактеризовать словами «времени уже не будет». Это вас радует? Оно и радостно, и несколько тревожно. Да, спасибо. Потому что, с одной стороны, конечно же, наше блаженное упование заключается в том, что мы ожидаем, что скоро придет наш Господь, Спаситель, Мессия Иисус. Иначе бы мы не были адвентистами. Но, с другой стороны, вот эти слова времени уже не будет. И, извините за тавтологию, я не имею времени раскрыть весь этот текст до конца. Они указывают, в общем-то, на завершение самого длинного пророческого периода, который был обозначен еще в книге Даниила, 8 глава, 14 текст. Этот пророческий период длился, известен как 2300 вечеров и утр. Это пророческий период, длившийся 2300 лет. Но мы, изучая пророчество Даниила, 8 главу в частности, отдаем себе отчет в том, что этот пророческий период завершен. И вот сейчас мы живем уже почти 200 лет. Да, если так взять, 174 год, мы уже живем в период, когда у нас не существует временных ориентиров. Это небезопасно, друзья мои. Это очень небезопасно. В свое время, по-моему, это в 70-е годы, самолет южнокорейской авиакомпании вылетел из Амстердама и направился в Сеул. Это еще до GPS спутников было. Вот. И что-то там произошло с его инерционной навигацией. А так как полет такой, такого, как говорится, направления, он трансполярный, то, оказавшись над водами Северного Ледовитого океана, этот самолет потерял ориентацию. И вместо того, чтобы оказаться над Северной Гренландией и продолжить свой полет по заданному маршруту и приземлиться в Сеуле, он почему-то оказался над территорией Советского Союза. Тогда это было небезопасно. В результате самолеты ПВО СССР посадили его не в Сеуле, а буквально на лед замерзшего озера в Карелии. Вы понимаете? Потеряв ориентацию, он летел в Корею, а оказался немножко не там. Вместо Кореи в Карелии. И вот здесь, друзья мои, в этой истории я хочу проиллюстрировать, как нам бросается определенный вызов, что нам нужно верно находить ориентацию вот в этом времени, которое называется последнее, чтобы не потерять ориентацию, а приземлиться все-таки в Царстве Божьем. Вот. И поэтому, конечно же, нам хочется понимать, а куда сегодня идет этот мир? Куда движется сегодня этот мир? И где мы находимся по отношению к нашему ожидаемому пришествию нашего Господа? И поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о двух очень знаковых событиях, которые произошли в прошлом году. Эти два события имеют отношения и могут помочь нам сориентироваться во времени. Потому что отражение этих событий без всяких, как говорится, может быть, временных ссылок, то есть такого вот пророчества, как Даниил 8,14, чтобы в 9 главе нам бы объяснилось, когда начинается этот пророческий период, когда заканчивается. У нас такого нет. Не знаю, почему, не спрашивайте меня, я не Бог, я это священное писание не писал. Я только вам могу сказать, как ученый богослов, что больше временных таких вот ориентиров у нас нет. О чем нам следует задуматься, чтобы не пытаться их искусственно создавать, делая какие-то громкие, сенсационные и весьма обманчивые заявления времени, что не будет. Но Библия нам все-таки рассказывает и книга Откровения нам все-таки рассказывает о каких-то очень важных знаковых событиях, не указывая при этом на временные рамки. Так вот, два знаковых события произошли в прошлом году, о которых можно говорить, что они описаны в Священном Писании и связаны с тем, о чем говорит в частности книга Откровения. Я думаю, что если вы хорошо задумаетесь, то первое событие вы сможете мне сказать. Как вы думаете? Начинается на цифру пять. Дальше договаривайте. Пятьсот лет реформации. Знаковое событие. Знаковое событие. Неправда. Но хочу, дорогие собратья, все те, кто ожидают славного пришествия Иисуса, поздравить вас не с пятисотлетней годовщиной реформации, а с завершением таковой. Друзья мои, мы сегодня можем сказать, что процесс, который начался в 16 веке, процесс, основой которого являлось два латинских слова, которые были произносимы реформаторами. Скажите мне эти два латинских слов. Соло скриптура. Вот это процесс. То есть, если вы что-то хотите знать о реформации, и вот у вас две секунды есть, вот за две секунды соло скриптура. Одно, два предложения, которые очень четко определяют разницу между учением католической церкви, и к этому учению можно отнести и учения православной церкви, здесь они не разделяются, никогда не разделялись, и учением, которое принесли в этот мир реформаторы. Два предложения, две фразы, большая разница, в чем авторитет, кто обладает первичным авторитетом, церковь или священное писание, вы понимаете? католик и протестант скажет вам, что церковь, извините, католик или православный скажет вам, что церковь обладает первейшим, первичным и главным изначальным авторитетом, и она дала вам Библию, а протестант благодаря тому же Лютеру, тогда же и Зиклифу, который сколько времени до Лютера, и Гусу, я уже не говорю тех, кто был с Лютером, и тех, кто был после Лютера, скажет церковь должна жить, учить и действовать в соответствии со Священным Писанием, а если церковь не делает всего в соответствии со Священным Писанием, то церковь есть ложная, а не истинная. Евангелие от Иоанна 16, 16-16. Все в этом сказано. Если можете, покажите. Евангелие от Иоанна 16-16. И Иисус, извините, 17-17. Евангелие от Иоанна 17-17. Иисус молится и просит Гос, Отца об учениках Своих, освети их истинною Своею. Что дальше? Слово Твое есть истина. Понимаете? В послании к Ефесянам не будем открывать. Павел говорит, что церковь есть столб и утверждение истины. Слово Твое есть истина. Вот это существенная разница. Вот это суть реформации. И я должен вас проинформировать о том, что этот процесс, к сожалению, свернулся. Он долго сворачивался. Знаете, если посмотреть на то, что происходило в Соединенных Штатах Америки в XIX веке. Особенно, когда в Европе, в частности, на Британских островах, разразился экономический кризис, так называемый картофельный голод в Ирландии. И из Ирландии сюда начали ехать голодные иммигранты. И вот город Бостон, город Нью-Йорк на восточном побережье приезжает, если приезжали, сегодня, если приезжаешь туда и ездишь на экскурсию по Бостону, очень интересная экскурсия, очень интересный город, советую посмотреть, то водитель этого экскурсионного открытого автобуса обязательно будет рассказывать об истории ирландцев в Бостоне и будет упоминать, как в конце 19 века, в начале 20 века на многих магазинах, банках, заводах висели следующие объявления. «Нуждаются рабочих, требуются рабочие, ирландцев просим не обращаться». Как вы думаете, почему? Для вас может быть неизвестно, когда я это рассказываю среди местных здесь людей, они сразу понимают, о чем я говорю. Ирландцы это католики, а в Бостоне естественно это же, понимаете, первый штат, куда приехали гонимые протестантские пилигримы. 17 век, два века спустя, понимаете, говорят, ну если, как у нас сейчас в Москве говорят, понаехали. Вот это то же самое происходило в Бостоне по отношению к ирландцам, католикам. Отношение протестанта в Америке к католикам было крайне негативное. Более того, периодически в прессе появлялись статьи, книги, лекции протестантских проповедников, уверяю вас, не адвентистских, протестантских проповедников о том, что есть заговор Папы Римского захватить Америку путем переселения туда ирландских, ирландцев и итальянцев, чтобы постепенно переломить демографическую стрелку в сторону католиков, как, например, это произошло в канадской провинции Квебек благодаря усилиям известного многим из нас кардинала Ришелье. Вот. То есть такие были настроения. Проходит, прежде чем я дальше скажу об этом, скажу о том, что именно вот в таком контексте историческом была написана Елена Уайт книга «Великая борьба». Вот в таком контексте. когда все говорили о том, что католики захватят Америку с помощью ирландцев и итальянцев, в книге «Великая борьба» Елена Уайт написала о том, что настанет время, когда католицизм и протестантизм пожмут друг другу руки. Вы понимаете? Вот я скажу, мне часто задают эти вопросы о том, а какие пророчества Елены Уайт исполнялись. А вот я вам рассказываю такой интересный пример. В конце 19 века, когда в американском обществе была истерия по поводу рекатолизации Америки и нагнетался антагонизм между протестантами и католиками или книга «Великая борьба» было написано, что католики и протестанты помирятся. Кто мог об этом подумать? А теперь пропустим 60 лет и приведем еще один пример. Кто мог подумать, что католики и протестанты пожмут друг другу руку в 1961 году, если я не ошибаюсь, когда президентом Соединенных Штатов Америки был избран первый католик. Как его звали, не знаете? Джоан Фиджеральд Кеннеди. И посмотрите те газеты, которые выпускались на юге нашей страны. Я не говорю о нашей роде. Я говорю о стране, в которой мы граждане, многие из нас граждане или постоянные жители. Поэтому это на юге нашей страны, в южных штатах. Какая поднималась истерия по поводу потомка бостонских ирландских эмигрантов. Антихрист пришел. Антихрист. Хотя я скажу одну вещь, друзья мои. Джон Фитц Жиральд Кеннеди был весьма номинальным католиком. Он был вообще социалистом. Он был вообще либералом. Он был вообще человеком нерелигиозным. По крайней мере, сравнить его с такой известной для нас личностью, как президент Рональд Рейган или даже уже президент Джордж Буш это были религиозные люди. И они не католики, кстати говоря. И Рейган, и Буш, конечно, никакого отношения к католикам они не были. Но я просто привел пример, что видно было, что это были ну религиозные люди. А Кеннеди нет. Но тем не менее, именно в Техасе, в центре территории, которая называется сегодня библейским поясом, где церковь на церковь, в основном евангельские церкви, именно там было произведено убийство президента Кеннеди. Что за этим стояло, кто помогал этому Освальду сегодня до сих пор ведутся разговоры. Но тем не менее, мы знаем, что Освальд был протестант фанатиком. И вот из этого фанатизма он, это была основная мотивация для убийства Кеннеди. кто мог подумать, еще раз я задаю этот вопрос, в 1964 году, что протестантизм и католицизм пожмут друг другу руки? Никто. 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 Лично в моей жизни, когда впервые я прочитал эти слова, уже будучи крещенным в церкви адвентистов, может быть, полгода был, тогда это в начале 90-х я сразу даже ее и не было этой книги так вот, чтобы взять. Потом, когда издали калининградское издание, то я вот взял и прочитал, я подумал, это невероятно, этого быть не может. Этого быть не может. Почему? А потому что мой опыт показывал совершенно иного. Я в 89-м, в 90-м, даже в 91-м годах еще посещал синагогу. мои годы это я был очень сильным антихристианским духом пропитан прежде всего, потому что мне, как иудею, было ну весьма неприятно, отталкивающе, отвратительно вот эти вот все, в основном я знал, конечно же, православные вот эти вот все эти иконы, все эти мощи, все это вот, вся это вот такая вот мистическая, загробная, похоронная традиция, я ее всего не выдерживал. И однажды мне мой сокурсник, бывший одноклассник сказал, что вот в одной из комнат нашего университетского общежития собираются верующие, сектанты мы их так называли тогда еще по советским меркам, и когда я зашел к ним, я ожидал их всех увидеть носящими кресты там, комнату в иконах, но я помню мой вот этот вот друг, который, в общем-то, чьими молитвами я и познал Иисуса как своего Господа и Спасителя и его такие миролюбивые слова, которые он направил в мой адрес, он говорит, ты знаешь, не бойся, у нас мы протестанты, у нас видишь, здесь нет ни крестов, ни икон, поэтому заходи, ты себя будешь здесь в нашей среде как евреи будешь себя чувствовать комфортно и понимаете, мне сразу было показано, когда я вошел в контакт с людьми, которые так и показали мне любовь Иисуса, мне было показано, они сразу произнесли, озвучили вот это вот, мы не католики, мы не православные, мы не они, мы другие, тебе с нами будет комфортно, а тут я читаю протестантизм и католицизм, пожмут друг другу руки, да как это возможно, как такое возможно, я себе не представлял, но Библия говорит, откройте, пожалуйста, откровение, тринадцатая глава, и здесь говорится с одиннадцатого стиха, здесь говорится о звере, о нем мало кто проповедует, но тем не менее, он есть, вы знаете, я вам скажу больше, мы очень любим тринадцатую главу с первого по десятый текст, и хорошо любим, все прекрасно, зверь, да с десятью рогами, да с семью головами, этот зверь, сразу же мы переходим на седьмую главу Даниила, это малый рог, вот он действует тысяча двести шестьдесят дней, конечно же, конечно же, конечно же, это папский рим, конечно, конечно, но мы забиваем слона, есть же второй зверь, он же есть, он же живот такой интересный, с агнчими рогами, а у нас на устах только папский рим, а тут написано, что папскому риму дано время, посмотрите, действовать сколько? 42 месяца, время, времена, полвремени, или тысяча двести шестьдесят дней, то есть у папского рима оказывается очень четко существует ограничение по действию а забываем-то мы увидеть слона вот этого с агнчими рогами который он действует он имеет рога подобные агнчими и агнчим но говорит как а дракон это кто? двенадцатые глава откровения это дьявол сатана арогачи агнчи агнец это кто? Христос то есть вы понимаете почему мы очень часто не замечаем слона потому что этот слон маскируется под христианство но вот это то что нам рассказывает священное писание книга откровения о периоде когда времени не будет в этот период мы не будем сталкиваться с инквизициями кострами чем-то еще а вот будем сталкиваться вот с таким интересным замаскированным под христианство зверем он который говорит как сатана двенадцатый текст он действует перед ним кто он этот зверь а кто ним драконом правильно говорил как дракон он второй зверь действует перед ним драконом со властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться кому первому зверю у которого еще и смертельная рана исцелена понимаете первому зверю первому зверю но заставляет второй зверь о первом звере мы много знаем но сегодня я хочу чтобы мы больше узнали о втором звере вот этом христианстве которое сегодня творит великие знамения есть такое сегодня христианство сколько хочешь творит великие знамения так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми и чудесами которые дано было ему творить перед зверем кому ему кому ему второму зверю то есть второй зверь действует чудесами естественно перед первым зверем но вы видите как этот первый зверь находится на заднем плане а на переднем плане видение да вот это фактически книга откровения это видение на переднем плане вот этого видения то есть то что видит Иоанн находится вот этот второй зверь вот это передний план я люблю фотографии люблю красивые фотографии и я люблю горы но очень трудно сфотографировать Рейнир знаете почему потому что вот возле обурна заберешься на гору в ясный день вот я не знаю вот Дефедерал Вей заберешься вот обурн в долине а вот там Рейнир пытаешься снять и ничего не получается а на передний план лезет всякие провода понимаете какие здесь понимаете вот на переднем плане фотографии хорошей очень важен передний план да вот например если вы придете вот к этому к этой точке федерал вей и станете и на вас камеру направят а Рейнир будет сзади вас фотография будет хорошая потому что на переднем плане будете вы со своим любимым человеком улыбаться и поэтому ваши дети будут смотреть на вас ну сзади там Рейнир понимаете вот вы понимаете когда мы читаем дарую часть 13 главы книги откровения вот это мы должны понимать первый зверь это он Рейнир но нам нельзя упустить того кого показывает нам Иоанн на переднем плане на переднем плане того что происходит сегодня вы понимаете зверю первому было дано власть действовать 42 месяца вот и тогда он был на переднем плане мы знаем что 42 месяца это пророческий период у нас не все нету такой четкости когда этот пророческий период начинается хотя в принципе есть если мы подробно изучаем 7 главу Даниила там малый рог вот это три рога исторгнуты если мы подробно изучаем исторические понимания этого вопроса то это у нас получается арианские войны Юстиниана вот если мы прибавим к тому что происходит в начале 6 века то мы 1260 дней лет то мы получим период французской революции то есть вот у нас как бы вот этот период действия когда папский Рим зверь с десятью рогами он же малый рог Даниила седьмой главы он был на переднем плане но когда времени уже не будет понимаете а вот этот провозглашение что времени уже не будет оно происходит несколькими десятилетиями позже и мы знаем что времени уже не будет было провозглашено тут конкретно 1844 год по истечению 2300 вечеров утра когда это провозглашено вы понимаете вот в этот период когда у нас нету никаких ориентиров больше временных на переднем плане действует второй зверь а первый на заднем плане он пошел на задний план и поэтому здесь происходит очень важные моменты давайте вернемся откровение тринадцатый текст тринадцатая глава четырнадцатый текст и чудесами которые дано было ему творить перед зверем он обольщает живущих на земле говоря живущим на земле чтобы они сделали образ зверя который имеет рану отмечай жив то есть вот это современное христианство вот это современное христианство оказывается обольщает живущих на земле пропагандируя им идеи которые были в средневековом христианстве вы понимаете что происходит это конец протестантизма это конец протестантизма смотрите я в самом начале вам сказал существенную разницу которая кроется за словами соло скриптура разница в авторитете если сегодня мы говорим что это христианство проповедует идеи и учения средневекового христианства то где находится сейчас соло скриптура нет соло скриптуры нет реформации впервые я попал в Виттенберг в 2015 году я оказался в Берлине это недалеко мы поехали и к моему великому разочарованию тот собор в котором Лютер провозглашал свои 95 тезисов был на ремонте он был весь закрыт лесами ну а у немцев же там все четко там ничего не увидишь и поэтому ничего я не увидел кроме огромного плаката на немецком языке я сейчас не помню точно слова но говорили следующее вместе празднуем 500 летие вместе как объясните мне если протестантизм это фактически раскол церкви если протестантизм это практически раскол церкви в России проходили мероприятия по поводу 500 годовщины реформации в общественной палате выступали деятели протестантские и так далее ну представители адвентистов были будем так говорить инициаторами этого события и от патриархии пришел представитель и поздравляя протестантов с 500 летием реформации он решил съязвить скажите пожалуйста что вы празднуете вы празднуете годовщину церковного раскола ну где-то он прав то есть но когда протестанты это празднуют они же понимают что они делают то есть да действительно раскол потому что невозможно было находиться в лоне той церкви которая не признавала священное писание правильно поэтому раскол так как теперь празднуем вместе есть два варианта вариант католическая церковь признала соло скриптуру или по-моему наоборот то есть если празднуем вместе а праздновалась в Европе эта реформация вместе то задайте себе вопрос что из двух событий произошло и вы получите ответ что записанное написанное в 14 стихе 13 главы книги Откровения событий о котором никто и думать не мог даже в 1964 году когда вся Америка была в шоке от убийства президента Кеннеди 2017 году я в 1964 году не жил но может быть кто-то из вас жил и может быть кто-то из вас это видел так вот подумайте сколько лет 53 года 53 года между этим и сегодняшним и вот это пророчество вы понимаете да время неумолимо движется хорошо а какое же второе событие которое знаковое пожалуй о втором событии многие из вас не догадываются но лично для меня когда я это услышал именно в год реформации что наш президент Дональд Трамп официально заявил о том что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим как столица Израиля это было знаковое событие ну давайте я вам немножечко это распакую ну начнем с того что уже на протяжении более ста лет если прямо говорить на Ближнем Востоке не стихает инстегированный британской колониальной империи арабо-израильский конфликт в 1948 году генеральная ассамблея ООН не без помощи Советского Союза следует заметить потому что Великобритания воздержалась но тем не менее все-таки генеральная ассамблея несмотря на массовый протест арабских стран при молчаливой поддержке Великобритании все-таки проголосовала за разделение британской подмандатной Палестины между еврей на еврейское и арабское государство столица еврейского государства был назначен Тель-Авив Иерусалим по решению считается оставался под международным контролем типа как Берлин после Великой Отечественной войны считался как бы международным городом доступным для всех ну как я уже сказал арабские страны эту резолюцию не поддержали они начали они развязали войну против Израиля стремясь сбросить евреев обратно в Средиземное море с Божьей помощью я в этом уверен Израиль одержал победу в этой войне потому что если бы Бог не вмешался там силы были настолько неравны что шансов не было и так мы имеем сегодня дело с тем что уже на протяжении в этом году мы будем отмечать 70-летие существования государства Израиль в 1967 году Израиль опять подвергся атаке арабских стран и одержав опять же я уверен с Божьей помощью победу в шестидневной войне захватил территории в частности западного берега реки Иордан и Иерусалима после чего был Иерусалим был провозглашен единой и независимой столицей Израиля этот факт международное сообщество не признало и поэтому несмотря на то что израильский кнесет парламент израильское правительство резиденция президента и премьер-министра Израиля находятся в Иерусалиме все посольства находятся в Тель-Авиве до декабря прошлого года когда наш президент Дональд Трамп заявил о том что Соединенные Штаты Америки намерены перенести и сегодня мы знаем об этом госсекретарь объявил что это будет сделано в 2019 году посольство будет перенесено кое это имеет отношение к событиям последнего времени вы спросите здесь есть разные подходы сегодня есть те которые сосредотачивают богосхристиане богословы на государстве Израиля все события последнего времени однако сегодня есть и те которые считают Израиль чуть ли не плодом какого-то сатанинского заговора давайте не будем брать крайние точки давайте посмотрим на библейскую позицию но для того чтобы увидеть эту библейскую позицию надо сначала ответить на вопрос а почему Соединенные Штаты Америки поддерживают Израиль совсем недавно в Оклахоме в городе Норман там известный университет где готовят специалистов по торнадо я проводил свадьбу бракосочетания моих хороших друзей и потом была как это фуршет ресепшн как оно и я познакомился с их соседями молодой супружеской парой которые только приехали из Ирана иранцы они вообще люди интеллигентные многие из них которые оседают здесь они весь этот аят Аллахом они терпеть не могут и они вообще открыты и мы начали говорить о Библии о Боге и естественно узнав что я еврей потому что свадьбу мы проводили конечно же в еврейском стиле она у нас была очень такая интересная нас стояла хупа то есть свадьба была в еврейском стиле женились моя бывшая однокурсница с Киева и ее мужем стал американец мексиканского происхождения свадьба в еврейском стиле в корейской церкви адвентистов седьмого дня мы а что винегрет это говорит о том кто мы такие как адвентисты мы всемирная церковь ну естественно у этих иранцев вы понимаете любопытство было большое как это еврей проводит свадьбу в церкви адвентистов под хупой молится во имя Иисуса ну вот так это в общем-то мы вели разговор ну естественно разговор зашел тогда естественно они затронули тему как раз буквально несколько дней до этого вот это заявление президента прозвучало и соответственно они задают вопрос а ты как еврей ты как относишься а я знаю их позицию я им в ответ бросаю вы думаете я знаю что вы думаете вы думаете что в Америке очень сильное еврейское лобби они продавили этот вопрос да еще и взять президента еврей из Белоруссии ну его родители бежали из Белоруссии из концлагеря интересная история этой семьи Куршнеров но я говорю вы ошибаетесь дело в том что я 13 лет проучился в одном из серьезных высших иудейских учебных заведений Соединенных Штатов Америки и я очень хорошо понимаю что половина американских евреев не поддерживают Израиль так как это многие думают потому что 80% еврейского электората в 2008 году в Соединенных Штатах голосовали за Барака Обаму а не за Джона Маккейна А если вы проследите и немножко понаблюдаете за политическими циклами в Соединенных Штатах Америки то вы очень быстро обнаружите следующую закономерность что Израиль поддерживает всегда больше республиканская администрация а прошлая администрация она к Израилю очень негативно относилась стараясь делать реверансы именно в сторону мусульманского и арабского мира демократы они таковы но это тем не менее не мешает американским демократам получать около 80% голосов американских евреев так кто же тогда стоит и почему республиканская партия всегда администрация деятели сенаторы республиканцы оказывают Израилю беззаговорочную поддержку а потому что именно республиканская партия имеет намного более весомый электорат нежели 8 миллионов евреев которые проживают в Соединенных Штатах в Штатах Америки за республиканскую партию голосует абсолютное большинство американских евангельских христиан и вот именно эти люди поддерживают государство Израиль почему почему ответ кроется в далекой истории в движении которое было организовано в конце шестнадцатого века и называется оно контрреформация контрреформация это была попытка католической церкви путем богословских дискуссий вернуть протестантов обратно в католицизм именно тогда был образован орден иезуитов который доселе является очень сильным мозговым центром католицизма именно тогда иезуитский богослов по имени Франциско Рибера предложил идею о том что зверь десятироги семиголовый антихрист это конечно же не папа как об этом писал Мартин Лютер и как об этом записано в аузбургском исповедании веры а также в вестминстерском исповедании веры антихристу должно прийти как об этом учил Рибера в конце времени в конце там три с половиной года будет время гонений последняя половина седмины антихрист это об этом как об этом писал Рибера это вот тот о ком говорит второе послание фессалоникийцам вторая глава третий стих где сказано да не обольстит вас никто никак ибо день тот не придет да коли не придет прежде отступления и не откроется человек греха и сын погибели противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом и святыней так что в храме божьем сядет он как Бог выдавая себя за Богом логика Риберы была очень простая это комментарий на книгу откровения который он написал в 1885 году если я ошибаюсь в храме божьем воссядет значит этот храм должен быть построен а как его построен значит евреи должны вернуться в Израиль и построить в Иерусалиме храм чтобы в нем воссел антихрист вы понимаете это позиция теология называется футуризм в отличие от историцизма который проповедовали ранние реформаторы для ранних реформаторов антихрист это был настоящий вот он они жили в период антихриста они были историцистами вот история а Рибера этого антихриста забросил в будущее вот это вот футуризм Рибера был кто я вам говорил иезуит очень умный человек вот эта идея написана иезуитом пролежала как приманка на рыбку почти 200 лет пока в начале 19 века ее не воскресили представители протестантского плимутского братства Дарби Скофилд это братство и его учение является легло в основу Далласской богословской семинарии которая сегодня является ведущим и крупнейшим учебным евангелическим учебным заведением Соединенных Штатов и мира Насчет нашего президента и его религиозных взглядов религиозности я имею определенную долю скептицизма но вот по поводу нашего вице-президента Майкла Пенса и его приверженности очень фундаментальным евангелическим взглядом у меня нет ни тени сомнений то что сделал месяц назад президент Трамп являлась давнейшей и заветнейшей мечтой многих евангельских христиан Соединенных Штатов Америки и также других вы понимаете что происходит однозначно видно друзья мои насколько нелепо это риберовская интерпретация 4 стиха 2 послания философоникицам 2 главы ну какой человек может сесть в храме Божьем мы читаем и в последней главе книги исход 40 глава и в 8 главе 3 книги царств что никакой человек не мог зайти в храм когда его наполняла слава Божья однозначно понятно что речь здесь не идет ни о каком восстановленном храме в Иерусалиме да и вообще зачем Богу восстанавливать свой храм когда по смерти Иисуса что произошло завета разорвалась зачем Богу восстанавливать храм на земле когда послание к евреям и книга откровения говорит что у нас есть храм на небе но для многих протестантов иезуитская теория созданная в эпоху рассвета контрреформации явилась начинкой которую они проглотили еще в начале девятнадцатого века отказавшись от исторического истолкования священного писания и его апокалиптической части и вот это то что превратило искренних христиан которые были гонимы во времена реформации даже и бежали сюда в штат Массачусетс для того чтобы поклоняться Богу в соответствии с тем как они читали в священном писании как им повелевала совесть ничто иное как врага на голове второго зверя друзья мои что нам говорят эти два события я ни в коем случае не хочу перед вами здесь с этой кафедры попытаться назначить хоть какое-то время или срок я ни в коем случае не хочу здесь стоя с этой кафедры делать какие-то опрометчивые безответственные заявления но я хочу чтобы мы обратили внимание на это событие потому что это событие не указывает нам на время и на срок но то что произошло в 2017 году с достаточной уверенностью можно назвать исполнением записанного в 4 главе в 4 стихе 13 главы книги Откровения извините в не в 4 это я смотрю фессалоникийцам в 13 и 14 стихах 13 главы книги Откровения друзья мои следующий стих 15 следующий стих гласит и дано было вложить дух в образ зверя чтобы образ зверя понимаете образ зверя не зверь образ зверя не будем пренебрегать передним планом нельзя пренебрегать тем что происходит сегодня ошибочно будет не заметить слона который перед нами сегодня есть который сегодня существует пока что только в религиозной форме дано было ему вложить дух в образ зверя то есть вот он есть но чего нет так это чтобы образ зверя говорил и действовал так чтобы убиваемый был всякий кто не будет поклоняться образу зверя обратите внимание слова образ зверя образ зверя образ зверя зверя на заднем плане а образ сидит в кадре прямо перед нами пару месяцев назад на своей странице фейсбука я обнаружил такие слова что дескать антихрист был это папский рим антихрист придет друзья мои мы должны быть очень осторожны с этим мы должны быть очень осторожны большинство христиан сегодня обманутых комментарием риберы иезуита сегодня ждут антихриста друзья мои если мы продолжаем исторический подход к истолкованию апокалиптической литературы который является наследием реформаторской соло скриптуры так я немножко хромовато это сказал то мы должны понимать антихрист свое дело сделал а сейчас на переднем плане есть образ зверя этот образ зверя еще не угрожает ничей жизни но друзья мои он создан он создан хочу заметить еще один интересный факт заявление президента Трампа вызвало во всем мире огромный протест и одним из тех кто протестовал против этого заявления был папа римский вот задумайтесь кто в этой дискуссии победит дело в том что я хочу сказать у католиков позиция против Израиля она довольно последовательна дело в том что с времен поражения в крестовых походах благодаря ордену францисканцев и деятельности франциска асистского который в принципе был ну довольно верующий человек я бы сказал на ближнем востоке католическая церковь используя таких людей смогла добиться дипломатического перемирия с мусульманами если вы со мной были в Израиле или может когда-нибудь поедете мы будем я ну идя по Иерусалиму и по другим местам мы видим массу там-то 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 там католические церкви если вы будете спрашивать меня а что это за католическая церковь вы получите один и тот же ответ францисканская 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 именно поэтому Ватикан никогда не поддерживал Израиль и никогда не разделял позицию Соединенных Штатов Америки кстати говоря Ватикан был против вторжения американских войск в Ирак в 2003 году то есть вы видите будьте осторожны спекулируя например о том что американский президент там поклонится папе Ватикан будет управлять миром будьте осторожны Наша задача долететь правильно нам не нужно лететь в Карелию как тот несчастный самолет Библия однозначно показывает кто находится на переднем плане сегодня когда времена и сроки это не наша проблема никто не знает ни дня ни часа друзья мои никто только отец наш небес на него полагаемся ему доверяемся и да поможет нам Господь не потеряться в пространстве время непростое время сложное пророчество которое бы указало конец какого-то периода уже нет все исполнилось позади впереди только славное пришествие Иисуса давайте же не терять упование и с дерзновением провозглашать этому миру что нас всех ждет а нас ждет великое событие Господь наконец придет придет такою славою что все мертвые во Христе воскресли и мы наконец будем жить его царство аминь спасибо спасибо Продолжение следует...